Девушки отдыхают У нас просто небольшое ЧП. Дело в том, что наша Юля только что узнала, что она старше фестиваля на 6 лет. Юлечка, нам выступать пора. Я не могу, я старая. Ну какая ты старая, ты такая же, как и мы. Да, Рай. Вот вы на фестиваль зачем приезжаете? Ну как, чтобы завести новых знакомых, встретиться с друзьями, потусить. Вот, а я уже на фестиваль, только Радикова и Эна приезжают. Юль, нам правда очень жаль, но давай уже начинай. Ну как я начну? Случай в Париже. Брэд Питт с молодой любовницей после очень бурной ночи. Ну, что ну? Я сначала хочу это прожить, а потом покажу. Так, ты подводишь не только нас, а весь Воролевский государственный архитектурно-строительный университет лица ректора Суровцева Игоря Степановича. А также... А также с председателем правка. Ну тогда поехали. Каждая команда хотя бы раз показывала случай в криминальном районе. Настал и наш черед. Итак, представьте. Очень опасный район. Ой, прям очень опасный. Нормальный район. К району, к району, два часа ночи иду одна, молодая, симпатичная, совершенно спокойно. Не, ну не убилишь. Продолжаем. Семья уже вторую неделю не может выбрать имя будущему ребенку. Еще варианты? Ну, может быть, Всеволод. Севастьян. Все, я придумала. Ребенка надо назвать так, чтобы его все любили и боялись одновременно. Зефир Сталин? Юль, а как зовут мальчика, который у нас между шутками музыку включает? Пора бы запомнить. Сережа. Сережа просил передать, что он ушел. Почему? Потому что он Миша. Мало кто представляет ситуацию на нефтяных рынках мира на фоне эскалации Палестино-Израильского конфликта. А вот ситуация в ночном клубе знакома каждому, поэтому смотрим ее. Юль! Блин, а где ты хочешь, не сдохла? Юль, у нас Дима к тебе в гости пригласил. Поехали! Ну, не нас, а тебя. Ну, Юль, ну, пошел. Я не поеду. Ну, просто послушай. Вот если ты со мной поедешь, то у нас и ничего не будет. Ань, если ты сразу домой поедешь, у вас с ним тоже ничего не будет. Зачем нам этот крюк делать? Да что, ну, Ань, вы взрослые люди. Всем понятно, зачем вы туда едете. Я что, опять как дура была на кухне сидеть с его собакой? Спасибо. А мы думали, тебе с собакой весело. Весело! Аня, у меня нога скоро щенков родила. Когда тебе нужно было, я с тобой есть. Ань, ты что, нам-то поможешь пианино передвинуть. И вообще, может, приятно с вами в такси сидеть и видеть, как он тебе... Вы что, ты такая злая? Анечка, видишь, вот этот коктейль, он стоит 270 рублей. Знаешь, откуда я это знаю? Я сама его закупила. Ну и заключение. Юль, почему вы от меня скрывали, что мы не смешная команда? С чего ты взял? Мне за кулисами сказали, что женские команды не смешные. Так, друзья, не хотелось омрачать юбилей. Но сил же никаких нет. Что вы заладили? КВН — мужская игра. Интересно получается, в КВН у вас мужская игра, шахматы — мужская игра, квадрат во дворе — тоже мужская. Извините, пожалуйста, а женская тогда какая? Роды? Я вообще поражаю. Сделайте свои стереотипы, берёте. Идеальная грудь должна помещаться в его ладони. Она отрастёт, вот такие ладони. Входи, потом комплексуй. Ну вообще, я не хочу достать. Юля, ну хватит. Александр, давайте чемпион не хочет набрать в высшую лигу. Что? Он не хочет? Да. Сейчас я с ним договорюсь. Александр Васильевич. Александр Васильевич. Вот, короче, точно такие же можно сделать, только с надписью КВН. Вообще расходится. Ну а закончить хотелось бы приятно для многих новостью. Теперь на КВН можно курить прямо в зале. А теперь нет. Субтитры сделал DimaTorzok